Отделение сайта ГУБА Подход был комплексный, потому как начальное состояние пункта временного хранения, по-черкиваю, раньше, на момент приема, это был именно пункт временного хранения, потому что хранилось на плаву все, это были реакторные отсеки, какие-то просто суда, которые были на сушке. Конечно же, состояние территории совсем отличается от того, которое есть сейчас. Изначально при сотрудничестве Российско-Германском был подготовлен проект, который был разделен на три очереди строительства. Первая и вторая очередь как раз включало в себя создание пункта длительного хранения реакторных отсеков, а третья очередь это уже центр кондиционирования и долговременного хранения радиоактивных отходов. Итак, 1 сентября 2011 года, а подчеркиваю, проект стартовал в 2005-м. 1 сентября 2011 года в рамках торжественного мероприятия пункт длительного хранения был сдан в эксплуатацию. Изначально он предназначен для хранения не только реакторных отсеков атомных подводных лодок, но и для хранения блокопопов судов атомного технологического обеспечения, а также судов литокольного флота. Располагает он на территории 175 мест хранения таких объектов. Естественно, рассчитаны стательная плита, она соответствует тем нагрузкам, которые, собственно говоря, на нее будут в дальнейшем осуществляться. При подготовке всей технологии по обращению с реакторными отсеками, главный вопрос и внимание уделялось массогабаритным показателям тех объектов, с которыми придется работать. В рамках сотрудничества Германского было поставлено тяжеловозное оборудование, это судовозная транспортная система. Вот мы видим на картинке, это станция, красненькая машинка, которая располагает всем необходимым оборудованием, гидравликой, насосами для того, чтобы двигать тяжеловозную систему рельсового типа. Вот, собственно говоря, есть тележки на фотографию вверху и справа, специальное оборудование для осуществления подъема пересадок реакторных отсеков и блок упаковок. И кран подъемностью 200 тонн для того, чтобы обращаться со вспомогательным инвентарем, будем его так называть, ну и крупногабаритными элементами. На третьей очереди строительства был завершен цех кондиционирования и долговременного хранения. Конечно, комплекс, по сути, представляет собой новый завод в своей структуре, располагает различными кессонами и именно технологическими. Так, например, по цепочке по линии существует оборудование для фрагментации, для прессования, существует оборудование по дробеструйной очистке, по водоструйной очистке. Есть химические ванны для того, чтобы выводить из-под контроля радиоактивные отходы. Ну и также на конечной линии это паспортизатор, который, собственно говоря, и позволяет вывести из-под контроля раут. В основном мы говорим о металле, который в дальнейшем может быть реализован как чистый. И существует большой объем хранилищ. Хранилища также разной направленности. Это и хранение горючих радиоактивных отходов, это хранение вау в том числе. Поэтому будущее данного комплекса, оно, конечно, перспективно. Центр позволяет обращаться практически со всеми видами раут. В 2016 году при реализации российско-итальянского проекта был поставлен нам плавдок «Итарус», который впоследствии позволил без привлечения сторонних организаций, заводов, которые располагали плавдоками, например, «Нерпа» с доком ПД-42. Теперь мы самостоятельно можем выполнять работу по судоподъему, то есть по подъему трехотсечных блоков, реакторных отсеков и установки их на стапельную плиту для дальнейшей разделки и установки уже на длительное хранение. Но это фотография комплекса всего в целом уже на момент окончания всех проектов. Вот если быть более точно в цифрах, то с начала ввода в действие будет храниться около 120 реакторных отсеков атомных подводных лодок. Вы видите, это красненькие бочечки. Будут храниться 58 блоков с отсеками судов атомных коммунического обеспечения и, естественно, кораблей ледокольного флота. Ну и в сухих цифрах это еще раз про хранилища центра кондиционирования, которые длительно позволяют хранить до 100 тысяч метров кубических рау, приведенных к критериям приемлемости, для того чтобы их передавать уже на захоронение. Все. Спасибо большое. Какие есть вопросы? Какие есть вопросы? Можно вопросы? Пожалуйста. Спасибо. Ну, радов вообще с ним советую вас, корпорация РОЗА. Скажите, пожалуйста, вот там у вас полный комплекс, я был там в прошлом году на этом, на объекте видел, полный комплекс по обращению с отходами, то есть там и кондиционирование, и робко стоит, и резко прессование. А не планируете ли вы, почему там не поставить, например, печь для переплавки низко активного металла? Такие установки в Сосновом Бару работает, потом в мире есть несколько таких установок. Спасибо за вопрос. Значит, как вы угадали, и это такая мысль, и такое поручение есть от Олега Васильевича Крюкова, значит, рассмотреть этот вопрос, вопрос переплавки. Значит, все зависит от степени какой-то возможности Росатома, финансирования этой составляющей. Но вопрос этот обсуждается, то есть, очень серьезно. Вопрос также обсуждается по разборке парогенераторов, как, например, лодочных, то есть мы уже 33 парогенератора завезли на сайту ГУБУ, и, значит, вопрос даже шире стоит, то есть и с атомной станцией, то есть можно заняться. Ведь сайта рассматривается по согласованию с германской стороной, принимать отходы и сквозь к атомной станции, а с атомной флоту, то есть этот вопрос решен. Значит, то, что касается, я добавлю к докладу, только что, я докладчику. Значит, да, 1 сентября 2015 года, значит, он вступил в эксплуатацию с объемом финансирования 13 миллионов, 16-й год 100 миллионов, то есть 17-й год в этом году 124 миллиона, то есть и, значит, в следующем году мы уже заложили туда 158 миллионов, то есть идет все по возрастающей, естественно, с приплетением опыта. Но это уже дало, значит, мы вывезли с Геремихи все внутриобъектовые контейнера, которые были вне зданий, то есть убрали их от воздействия окружающей СССР, то же самое мы вывезли с Андреевой Губы, то есть внутриобъектовые контейнера, те, которые еще в плане, они заведены в 202-е, 201-е здания, то есть у нас внутриобъектовые контейнера под открытым небом уже на сегодня, на текущий момент нет. То есть это, конечно, заслуга вот этого комплекса. Ну и забыл сказать, что там есть 19-й цех, который, то есть мы с немецкой стороной решили, там где можно проводить как-либо их погодных условий, продолжать разделку реакторов, то есть реакторных отсеков, трехотечных. Ну это вы тоже прекрасно знаете, какие темпы Росатом завинтил за вот эти последние 2-3 года.